Еще у меня есть такая розочка без названия, но как-то я ее не вижу, не понимаю. Плетистая роза, мне ее подарили, но что-то она прям никакая. Вот такие цветочки мокрые, такие привявшие. Ну, конечно же, на жаре у нас сегодня 30. Вот, бутончик у нее красивый, но сама розочка вот такая вот уставшая всегда, практически всегда. Может, потому что молодой кустик. Кустик только у меня второй год, сейчас покажу. Вот веточка, видите, даже листики прям. И неправда, там не сухо, потому что у нас прошел огромнейший дождь. Прям ливень прошел. Ну, она вот от солнышка тает, можно сказать, в тряпочку превращается. Цвет неплохой, такой кремовый. Нравилась мне в цвете, но посмотрим. Может, молодое растение, поэтому она так страдает. Дорогие друзья, хочу показать вам, как принимаются растения, пересаженные летом. Помните, я вам показывала вот этот кустик розовая Вероника. Я обрезала, я вам показывала в прошлом или позапрошлом видео. И вот она, смотрите, прижилась хорошо и уже цветочки распустила. Вернее, и цветочки дает, да? А потом, это у меня эхиноцея. Взяла у соседки уже с бутонами. Вот здесь я обрезала бутон, потому что бутон уже был в распуске. А вот эти цветочки, вот эти бутончики, они были прям вот здесь. Ну, между узлей как бы. А уже основные бутоны я обрезала, посадила. Живой саженец. И цветет. То есть, летняя пересадка. Возможно. Если вы никуда не везете. А так, взяли, вынули и посадили. Почему здесь перец растет? Потому что мне показалось, что он горький. Как пересорт пошел. Но не знаю. Какой-то он не такой. И я его быстренько унесла с грядки. Посадила ведерко. Пусть растет здесь. А то переопылит мне все растения. Вернее, все перцы. Так. Посадила, показала вам, что можно пересаживать. Вот летняя пересадка. Буквально две недели тому назад. Это недели три тому назад пересадила. Потом. Что еще? Что я еще? Ну, то, что гейхиры можно в течение лета переносить. Это правда. Это правда, не правда. Это так оно и есть. Вот эту хризантему я тоже убирала. Она росла. Она попала под куст пенисетума. Я даже покажу, где она росла. Я поняла, что куст накрыл ее. Пенисетум накрыл. Я ее быстренько сюда перенесла. Но хризантемы, они вообще не капризные по поводу пересадки. Вообще. От слова вообще не капризные. Да. Здесь у меня кустик метельчатой гортензии сильвер-доллар. Кстати, уже цветет. Цветочек один уже есть. Анимона японская. Набрала бутоны хорошо. Цветочек. Так. Пойдемте, покажу еще что-то. Я еще пересаживала. Вот здесь. Вот здесь прямо рос. Видите? Даже вынула. Видно, где вынимала. Вот там рос. Вот там здесь. Вот тут рос. Вернее, росла хризантема. Я ее быстренько вынула. Потому что поняла, что она накроет. Не накроет, а накрывает. И перенесла. Что-то я еще переносила. Вот этот кустик. Вот. Это тоже. Перенесенная мною. В то же время две недели тому назад. Или на той неделе. Я уже не помню. Но совсем недавно. Это тоже Вероника. Розовая. Вот этот кустик я тоже буквально недавно посадила. Это недавние посадки. Ой, это флукс вчера выкапывала. Нападали. Это вообще все недавние посадки. Потому что мы здесь убрали фиалку сестринскую. Тоже сажала. Вот буквально недавно сажала герань садовую. Ну, это злаки. Они, мне кажется, вообще не боятся пересадок. Там, кстати, анемона низенькая. Она ниже ростом. И цвет у нее другой. Видите? Тоже, кстати, я в том году взяла у соседки с цветами. Перенесла. Цветы, конечно же, я обрезала. А потом она начала давать новые цветочки. И все было с ней хорошо. Все уже обрезаю. Последний стебель нужно. Последний стебель нужно уже обрезать у лилейника. Мне, как лилейки, сначала розы отцветают. Кажется, что лето закончилось. А теперь лилейники уже отцветят. Совсем лето закончилось. Но как-то не хочется. Мне кажется, что закончилось. А вот полька. Полька, смотрите, что с ней. Радует, радует. Все время цветет. И очень давно, кстати, цветет. Вот так она набрала бутоны. Убрали юку. Вот здесь была юка. И смотрите, как хорошо видно стало. Отщиток видный. Он такой роскошный стал. Ну, прям супер. Нравится мне. Пойдемте. Так, что я здесь не показала. Здесь тоже лилейник еще остался. Два цветочка осталось. Кориопсис. Отличный цветок. Отличное растение. Не требует никакого ухода. Цветет сам по себе. Не нужно подходить к нему и обрезать отцветшие цветочки. Не нужно. Он все равно будет цвести. Вы можете обрезать, если вам сильно хочется. Но можно этого не делать. Он все равно будет цвести. Почему такой низенький? Он выше будет, конечно же. Но он в этом году, как бы деленка это его. Я разделила кустик. И все три кустика низенькие. А так он выше. Сантиметров 50 он. Здесь он сантиметров 40. Ну, где-то вот так будет. Сантиметров 50 он. Сантиметров 50 он. Иду показывать, что я начеренковала. Прошлогоднее черенкование покажу. Вот такую гортензию черенковала. И вот такую гортензию черенковала. То есть крупнолистную. Красавица, правда? Смотрите, какая красавица. Чудо. Вот каждый год любуюсь и налюбоваться не могу. Ну, посмотрите. Какая хороша. Хороша собой. Крупнолистная гортензия. Так. А это метельчатая. В данный момент это фрайтсмельба. Так. Это растет так, как я и хотела. Смотрите. Опустилась до самого газона. До самой травы. И ничего ей не мешает. Посмотрите. В свободном полете кустик. Обожаю так растения. Вот очень люблю, когда растут так растения. Но у меня маленький сад. К сожалению, я не могу позволить своим растениям так расти. Шесть соток. А на них все. И цветы, и газоны. Лужайки, можно сказать. И фрукты, и овощи. Это в данный момент малинка. Там томатики мои. Вон там. Прошлогоднее черенкование. Что у меня получилось, вернее. Черенковала я гортензии метельчатые. Вот они, красавушки. В горшках. Вот эти гортензии не захотели цвести. Но я все-таки еще не отчаиваюсь. Думаю, может быть, где-то появится цветочек. Так. Эти я вам показала в горшочках. И вот тоже в горшке. Смотрите. В большом горшке тоже. Но и выращено. Оставила в таком огромном горшке пока. А потом высажу грунт. Пришли. Это у нас здесь алерка. Вот уже рабица. И здесь стол у меня. И тоже я черенкую. Вот. Смотрите. Здесь у меня юка. Это не черенки. Это просто деленки. А здесь я понасаживала деленочки дельфиниума голубого. И что-то тишина. Вот два. Два уже пошли. Видите? А здесь пока тихо. Но дельфиниум он капризный на деление. Очень капризный. Здесь тоже, кстати, капризничает морозник. Морозник. Вот, пожалуйста, сохнет листик. Это сеянцы. Я сюда попересаживала. Так. Это бересклет. Здесь два вида. Это бересклет, который ползучий, будем говорить. А вот это кустовой. И вот это кустовой. Ну, покажи вы. Вот это у меня не череночек, а сеянец. Гибискус сибирский. Или древовидный. Здесь тоже сеянцы гибискуса. Здесь у меня еще деленочки. Остильбы. Малиновая такая бордовая высокая остильба. Хорошая остильба. Поделила, но немножко листики портятся. Но ничего. Главное, что она жива. Потом в череночнике что? В череночнике у меня барбарисы. Вот это все гортензии этого года. Этого года. А вот это пузыреплодник. Что-то уже листик портится. Не хочет. Не хочет приживаться. Ну, посмотрим еще. И вот так выглядят. Вот это все метельчатые гортензии. Лаймлайт. А это поларбилл быстрее всего. Нужно... Написано на... Написано у меня на... Вот. Поларбилл. Вот видите, да? П. Б. Поларбилл. Полярный медведь. А вот это у меня крупнолистная. Она лучше всего черенкуется. Как по мне, так она вообще не капризная. Черенкуется на ура. Хотя я не скажу, что плохо черенкуется метельчатое. Но очень много отбраковки. Я уже столько выбросила. Вот сколько места здесь. Целый ряд, да? Вот если взять, вот так вот, то четыре штучки уже выбросила. Вот раз, два, три. Может быть, три. По-моему, здесь тоже был стаканчик. Ну и потом, барбарисы тоже не очень у меня черенкуются. Посмотрим. Очень удобно в прозрачных стаканчиках. Я потом смотрю. Ну, сейчас я пока ничего здесь не вижу. Почему хорошо прозрачный стакан? Я здесь увижу корешки. И уже могу пересаживать. Ну, я вижу, что это уже живые. Вот эти два, точные. Вот эти третий. Лаймлайт очень хорошо черенкуется. Я обратила внимание. Ну, Поларбилл тоже. Я так подхожу, подхожу и трогаю упругость листа. Упругий листик. То есть, тунберг держит, да? Вот. Значит, нормально все. А как тряпочки, вот как здесь, смотрите. Листик уже в тряпочку превращается. Быстрее всего, что деланы будут. Здесь тоже, наверное, тоже выброшу. А вот эти ничего. Вот эти два ничего. Все. Здесь упругие. Вот такие они хорошенькие. Быстрее всего, что это уже принялись барбарисы. Так. Закрываем. Все. Пусть стоят. Ну, вот мне нравится, что уже дельфинюмы хоть немножко, но вышли. Ну, а здесь еще рано. Я только неделю как рассадила. Посадила самые тоненькие, видите, тоненькие деленочки. Потом, здесь у меня череночник. Даже не череночник, а детский садик, можно сказать. Все, что хотите. И гейхеры. Вот это бересклет. Вот это морозник. Это гейхера. Здесь тоже бересклет. Вот маленькие, маленькая деленочка. Брунеры. Розочка. Что здесь? Вот, кстати, плохо. Не вижу. Не вижу пока ничего. Посадила в стакан... Прямо посадила деленочку в стаканчик. Это пенесет. Не хочет пока. Не вижу жизни. Ну, буду выбрасывать. Вот здесь тоже выброшу. Это, по-моему, быстрее всего, это был тимьян. Ну, что-то не понравилось. Там тоже брунера. Очи так видны. И в основном в горшочках еще гейхеры. Так, в этом горшке была у меня лаванда. И накрыта была кулькум. Здесь сплошное, здесь сплошная тень, только утром. Сейчас утро. Утром чуть-чуть солнце. Вот, не понравилось ей. А пойдемте покажу в другом череночнике. Там все нормально. Здесь у меня тоже череночник. Вот такой длинный, под забором. Здесь у нас коры соседские. Что у меня здесь, смотрите. Вот в горшочке была астранца, и она отсвела. Я ее сюда на галерку отправила. Здесь в маленьких горшочках так у нас работает газонокосилка, поэтому так шумно. Здесь морозники тоже. Это не черенки, это сеянцы морозники. Под стаканчиками у меня барбарис. Этот под вопросом какой-то он такой. Ну нет, упругий, упругий. Будем ждать. Вот это все такими листиками. Вот это листики, это лихний смолка. Он весной очень красиво растет. Там тоже, смотрите. Вот это все лихний смолка. Все деленочки. Потом здесь у меня гейхеры. В горшочке стоит Брунера. Брунера. Опять гейхера. Здесь под стаканчиком пеленочек барбариса. Улетел стаканчик. Улетел. Надо накрыть. Вот такой стаканчик унес. Вот так было. Ладно, сейчас найдем. Ветром сдуло. Здесь тоже барбарис. Так, что здесь еще? Здесь в горшочке камнеломка. А вот пожалуйста, смотрите, возле стаканчиков и вот когда весной я обрезала лаванду, просто потыкала в землю. Там я сделала череночник прямо, а здесь вот просто в землю. Все таки лаванда более засухоустойчивое растение, не любит конденсата, не любит ничего такого. правда один что-то не очень, но не вынимается. И зелененький, видите, немножко зеленый, поэтому пока не трогаю. А так вот вот это череночки я обрезала, вот так вставляла в землю, смотрите, вот так просто вставляла в землю, видите, вставила и ничем не накрывала, ничем, лаванду здесь я ничем не накрывала, но здесь правда только утром солнце, потом солнца нет здесь. Здесь у меня так здесь барбарисы, здесь так в землю зашло, надо открутить, кстати, хватит ему конденсат, вижу, вон там барбарисы, пока откручу, потому что мокро, видите, на бутылке конденсат, нужно открутить пробочку, если такой конденсат, я немножко приоткрываю, чтобы высох стаканчик, а потом накрою снова, здесь тоже можно открыть, пока, пусть стакан высохнет, здесь тоже барбарис, что и здесь, а здесь погибает, вот так, неудача, по-моему, не будет ничего, та же история с пенисетумом, тоже никаких признаков жизни, плохо черенкуется, потому что я беру одну деленочку, совсем одну, вот как куст разделишь, так нормально, а возьмешь одну деленочку, я заметила, что не очень хорошо переносит такое прям деление, вот лаванда, то же самое, вставила в землю, зелененькая, здесь лихний смол, уже тоже, три кустика, все деленочки, и деленочка гейхеры, а это все стоят семена, вот здесь я оставила под самой стенкой, оставила семена мака, пьяновидного, я потом сниму головку, они же не держатся, здесь вот дырочки, вот здесь дырочки, если перевернуть, вот так, смотрите, она не будет видно, то она сразу сыпется, можно так прям посеять, вот, я потом пару маковок возьму, и там где-то в другом месте посею, пока они вызревают, и хочу показать вам эксперимент, может это даже не эксперимент, может многие делают, вот здесь растет, в мешке у меня, растет, кабачок, уже были кабачки, мы уже снимали, потом, когда была гроза, мы приезжаем, а он вот здесь лежит, и его переломило, мы подняли, подняли ножку у него, как бы закопали, ведро без дна, то есть просто закопан диск, да, не диск, а цилиндр, вот так, цилиндр закопали, и засыпали, подняли грунт, видите, как бы подняли его, и жизнь продолжается, а так мы приехали, он весь повял, весь был вял, и только хвостик, вот этот краешек, верхушечка была, живая, ну вот так подняли, это уже ему больше недели, ожил, даже листики открылись, смотрите, жалко, что я не сфотографировала, какой он был, и уже плодики пошли, а так, надломился, и все, и не было бы, вот так, вот так продлили жизнь кабачку, здесь я уже вам показывал, этот раз, засыпаем, или прячем, все зеленые отходы, здесь мои томатики, очень много листьев, поэтому плохо томаты видно, давайте так обойдем, но томатов в этом году у нас спелых еще нет, но зеленых пока есть, зеленые, зеленые есть, но хочется, чтобы они уже созревали, ну, хотим, здесь тоже был чеснок, я посеяла укроп, и посеяла рядочек, здесь мешает груша, груша заболела, видите, ржавчиной заболела, вот покажу, посеяла дайкон, пол рядочка, хватило семян всего на пол рядочка, а это я уже досеяла, вчера досеяла, а тому рядочку неделя, вот так, не было семян, а в пакетиках, там где профессийный носиль, там всего 20 семечек было, мне не хватило, то есть посеяла рядочек, посеяла, уже посеяла здесь, посеяла рядочек дайкона, и так, в хаосе, можно сказать, просто насыпала, семена укропа, вот он уже выходит, вот там первый помидор, первая помидорка, видите, а так помидоры зеленые, все зеленые, малинка, уже второй урожай, я малины оставляю, это у меня лимонтантная малина, оставляю совсем маленькие, такие где-то, может быть, сантиметров 60, веточки на первый урожай, хотя ее нужно обрезать в ноль, но мне жалко как-то, такие хорошие кустики получаются, ну вот уже второй урожай идет, на побегах этого года, то есть лимонтантная малина, в основном дает урожай, на побегах, на ветках этого года, вот она за год выгнала такую веточку, и смотрите, как она плодоносит, сверху вниз, сначала будут сверху идти ягодки, идет, идет ниже, опускается еще ниже, как-то хочется веточку показать, вот сейчас отделю, вот смотрите, верхние плодики, и ниже, 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 и она будет очень долго, очень долго плодоносить, она практически плодоносит до морозов, из каждой пазухи будут выходить цветочки, резкость куда-то девается, ну вот ягодки уже висят, так, малинку вам показала, в другом месте у меня новая малинка, вот так она плодоносит, смотрите, это тоже ремонтантная, но она более урожайная, вот такие ягодки будут висеть на нее, я потом, она когда созревать будет, я вам еще покажу, и здесь тоже должны быть, вот вам даже видно, ой, смотрите, видите, на фоне трубы, вот, ой-ой-ой, нет резкости, вот он, уже выходит, и так она будет тоже очень долго плодоносить, перцы в бочке с травой, уже как, так смотрите, как они опустились, они были до верху, то есть земля, сначала и мы насыпали сюда, много зеленых отходов, все травы, все, ну все, все, все такое, все зеленое, и посадили перцы, смотрите, как внизу оказались они, это емкость, когда-то была для грязного белья, теперь до половины дошло, до половины, но перцы есть, вот так перчики покажу, видно, солнышко светит, наверное, не видно, ну вот, как-то так, и там тоже перцы, это виноград, виноград преображения, и там тоже, конечно же, виноград, это такая батарея, сейчас у нас дожди, и очень жарко, кто его знает, как он дозреет, достоит, нужно так, чтобы достоял и созрел, и не заболел, и уже лаванда, она уже высохла, вот ее сколько, я, конечно же, не всю себе брала, а немножко, мне хватит, теперь, теперь смотрите, вот это вот так снимается, вот так, раз, и все, и веточка пустая, нужно почистить, то есть снять цветочки, и сделать такие небольшие, вот так, смотрите, раз, и будем делать отдушки, я потом сделаю, покажу, почищу, и потом вам покажу, что у меня получилось, быстрее всего, что не в этом видео, а в следующем покажу, яблочки, яблочки падают, и так можем рвать, так, яблоки мы, и шарлотка у нас, и в основном, мы каждый день делаем сок, по стаканчику сока выпиваем, ну, конечно же, можно и повидло делать, блинчики можно готовить, пожалуйста, вот так, яблочный год, но Антоновка без яблок, у нас, по-моему, только Антоновка без яблок, а так, и зимние яблоки, немножко завязались, вот, донышка, донышка, а это слава, как-то так, яблоки есть, а это даже один персик, вот, и один персик, сняла, потому что, потому что упал бы, ветер поднялся, видите, какие яблоки, порченые есть, не без того, вот здесь тоже порченые, ну, а как же, они на дереве портятся, и падают, а мы потом перерезаем их, и делаем сок, укропчик, вот, здесь была клубника, смотрите, я посеяла укроп, без порядка, то есть, посеяла, и загребла, граблями, и сейчас мы его будем рвать, вот, прямо так прорывать, хорошо будем, пучками, заморожим, его же можно заморозить, в этом году базилик, у меня очень поздно, я его сеяла на даче, пошел дождик, и я успела собрать укропчик, вот, сколько его много, и покажу, сколько его осталось еще, сейчас дождь закончится, и мы выйдем, и я покажу, рву я его с корешками, потом буду мыть, отрезать, вот так, ну, и, конечно же, можно сушить, можно замораживать, я буду замораживать, как только появились холодильники, с морозильными камерами, все замораживаем, всю зелень, я замораживаю, потому что, она сохраняет аромат, замороженная зелень, а сухая, мне сухой укроп, мне пахнет сеном, дождик идет, очень мелкий дождик, поэтому, по-быстренькому, покажу вам, сколько осталось укропа, вот, смотрите, столько нарвала укропа, и еще целый лес стоит, и что я заметила, во второй половине лета, он лучше растет, потом, я его во второй половине лета, не сею в рядочки, а вот так, разбрасываю по грядке, а весной, я посеяла рядочками, и весь укроп, у меня съела тля, ну, там чуть-чуть, это не считается, чуть-чуть на картошку, было на молодую, но, в основном, поела тля, а здесь, смотрите, очень много молоденького, то есть, он выходит из земли, потому что, я разбрасывала по земле, граблями закрывала, какое семечко, глубже проросла, вернее, какая семечко, глубже провалилась, она только сейчас, начнет выходить, и там есть очень много молоденького, который пойдет тоже, и этот поднимется, и немножко, как бы, разрядила, так что, укропа полно, все эти во второй половине лета, во второй половине лета, укроп лучше получается, ну, а там я вам показала, там тоже будет укроп, там я тоже разбросала, я вам там уже показываю, огурчики собрали, огурчики уже идут, здесь всякие огурцы, вот эти, конечно, я не буду консервировать, здесь более мелкие, но это так, это я так, сначала вот эти собрала, потом все подряд, здесь тоже есть маленькие, у нас не так много огурцов, но я все равно их закрываю, на зиму закрываю, вот таким способом, смотрите, вот баночку я уже закатала, я закатываю буквально по банке, у меня не столько много огурцов, но в течение лета мне хватает, вот так солю, закатываю крышкой, рецепт есть на канале, я в правом углу оставлю ссылочку, и под видео тоже оставлю ссылку, но сейчас я показываю, могу сказать, помыли огурцы, помыли огурцы, сложили, сверху положили приправу, и под крышку, просто под капроновую крышку, или блюдечком накрыли, заливаем рассолом, три столовые ложки, соли, не едированной, ни в коем случае, и не морской, просто обычная столовая соль, каменная соль, три столовые ложки, на воду, на банку, то есть, здесь примерно, в этой банке, в трехлитровой банке, полтора килограмма огурцов, и примерно полтора литра воды, но это я примерно, потому что все зависит, от размера огурца, три дня стоит, это я рассказываю, кому лень будет зайти, на видео, три дня стоит, потом, все травы я вынула, видите, трав нету, травы я кладу сверху, вынула травы, слила рассол в кастрюлю, закипятила, то есть, хорошо довела до кипения, заливаю, и закатываю крышкой, все, эти огурцы могут стоять, как в квартире, так и в погребе, абсолютно им все равно, потом малосольные огурчики, посмотрите, вот здесь уже мало осталось, конечно, мало осталось, мы едим, конечно же, малосольные огурчики, смотрите, какие хорошенькие, уже им, они уже засолились, и в холодильнике держу, то есть, это уже остатки, из трехлитровой банки, малосольные огурчики, у меня рецепт такой, две столовые ложки соли, и столовая ложка сахара, стоят два-три дня, все зависит от того, какие вы хотите огурчики, этим огурчикам, уже не два-три дня больше, мы в холодильнике храним то есть едим а потом остальные кладем в холодильник с рассолом все дорогие мои друзья этот рецепт я вам рассказала малосольные рассказала а здесь я буду выбирать покрупнее вот так видите банка трехлитровую банку я кладу покрупнее ну потому что они они есть если у вас одни корнишоны то можно и корнишоны а вот эти маленькие все огурчики вот такой огурчик но маленький вот такой у меня есть рецепт очень вкусных огурцов маринованных там конечно же уксус но они кисло-сладкие огурчики будут супер рецепт тоже очень вкусный кто любит кисло-сладкие огурцы ну просто рекомендую попробуйте сделать хотя бы пару баночек рецепт я оставлю ссылочку то есть на рецепт я оставлю в правом углу видео либо под видео посмотрите огурцы правда вкусные я не люблю кислых огурцов и не люблю не люблю сильно соленых огурцов а люблю кисло-сладкие вот это мой рецепт такие маленькие буду отправлять мариную я в литровых банках мне больше нравится так ну потому что мы так не едим прям тонами огурцы и не пишите пожалуйста мне что я мало закрываю мне достаточно я здесь живу и я все время по баночке да по баночке или по 2 все зависит от того сколько огурцов и не люблю собирать собирать а потом закрывать мне проще закрыть вот так баночку засолить потом закрыть потом еще насобираю до каждая хозяйка делает так как ей удобно кабачки тоже есть а с баклажанами что получилось получился пересорт сажала я алмаз это кстати вот это семена алмаза но это не алмаз это сосиска не алмаз это кстати сорт такой называется лонгпоп я какой-то год посадила мне они страшно не понравились вы представляете вот вместо такого был бы вот такой алмаз большой ну получается вот такие сосиски или карандаши можно назвать их да ерунда с полная но получился пересорт меня всего 10 кустиков 7 кустиков алмаза я сажаю а остальные там уже эксперимент вот в этом году посадила белые какой-то год посадила мне понравилось я опять посадила но вместо алмаза вот что вышло смотрите вот такие у меня в этом году баклажаны так вот карандаши же конечно икру делали делали уже сатэ делали рагу очень вкусная рагу получается ну это тоже из сатэ в принципе только мы добавляем капусту и картошечку и сметанку очень вкусно